Все крысы, которые были у нас до этого, любили гречку. Татоша и Емеля не исключение. Татошенька, Емелечка, гречка прибыла. Эй, народ, смотри за гречка. Вкусненько? Гречку нужно варить без соли, без масла, просто пресную такую, потому что для крыс масло и соль вредны. Татош, давайте чуть-чуть подвинемся, то вам, наверное, так неудобно кушать. Или нормально? Две головы торчат такие, да? Подождите, я не забираю, нет, я не забираю. Я только чуть-чуть хочу подвинуть, чтобы вы вышли. Кто-то такой. Чам-чам-чам. Ай, как вкусно. Чего вы там в доме сидите, боитесь выйти? Какие-то пугливые такие. Каждого шороха шарахаются, как будто на них тут кот охотится. Все, наелись? Или просто надо поближе сюда поставить? Сильно посреди комнаты не ходят. Как истинные крысы. По краешку, по стеночке. Ну так, Емельяна, если только у меня в комнате, начинает бегать, прыгать. Ну, Татошка тоже бывает осмелее, но вот под настроение. Ну, если дома нет никого, они становятся гораздо смелее. Ну, в смысле, если только я одна дома. Вкусненько, вкусненько. Мам, Мам, как вкусно. Чам-чам-чам. Ну что, а если это двинуто, не будете есть, да? Вот сюда. Только Емельяна будет есть. Татошка, давай, иди сюда, иди ешь. Татошенька, ты там где? Татоша. Татоша такой уже будет все время где-то прятаться. Где-то будет вот... Поэтому у нас так редко Татоша появляется в кадре. Или она вот всегда на виду? Вот Татоша подвальная крыса. Ну, иди уже, иди вон ешь. Иди, наш подвальный крысёныш. Наберёшь в рот и побежит, да? Задним ходом. Ну, ладно, я ж не буду вам мешать. Ну, что-то Татоша съел то, что в рот набрал. Полный рот набрал, съел. Сейчас придёт за второй порцией. Задим ходом. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует...